В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! И гости нашей программы сегодня председатель городской думы Сарова Антон Ульянов и также депутат городской думы Сарова Василий Ласточкин. Здравствуйте! 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 Они просто так пригласили вас к нам в гости. Хотим поговорить о недавней вашей поездке Василий на Донбасс. Расскажите, пожалуйста, с какой целью вы ездили, что увидели, как пообщались с бойцами там? Ну, это была моя третья поездка уже на Донбасс. Я в составе Нижегородского ополчения 2022 ездил на Донбасс, в отделе гуманитарный груз. Что входит в гуманитарный груз? Это медикаменты, обмундирование, продукты питания, запчасти автомобильные, ну, и еще многое другое. Зачем вы лично ездили? Потому что гуманитарный груз его доставят, люди его там получат. Зачем ехать туда лично? Понимаете, когда есть адресат, и до него нужно довести, я уже как бы лично, когда приходит запрос, что нужно, я уже доставляю до адресата, и я уверен в том, что это дошло именно до него, кто это просил. А если отправить, то, может быть, это придет не тому человеку, а другому, который это вообще не нужно. Угу. Расскажите, как вообще, вот, вы говорите, просили, как формируются эти запросы, откуда они приходят, как вы понимаете, что нужно на фронт, как формируется вот этот гуманитарный груз? Ну, начнем с того, что у нас есть определенные воинские части, где находятся нижегородцы, там, саровчане. Нам присылают, как бы, запросы именно от тех подразделений, пишут в список, что им нужно. Согласно этого списка мы начинаем его комплектовать, этот груз. Угу. Самые востребованные вещи на фронте о чем обычно просят? Разные медикаменты, это обмундирование, это средства защиты, там, средства, как это назвать? Камуфляжные средства, я знаю, в Сарове у нас изготавливают мастерицы. Ну, это да, там, раньше требовалось и окопность, сейчас это меньше, это бензогенератор, это запасные части, много всего, что нужно туда, потому что это боевые действия, что-то выходит из строя, надо что-то новое, поэтому постоянно нужно пополнение. Вот вы говорите, третий раз ездили, как-то меняется? Меняются города, меняется настроение, меняется ситуация или все стабильно? Меняется, я бы сказал, больше к лучшему, потому что, когда я первый раз был в рубежном, это было для глаза очень тяжело. Это когда было? Три месяца назад, даже три с половиной. Это было как бы разбитое, не ходил транспорт, кругом кирпичи, бетонные, все развалины. Сейчас же мы, когда проехали, там уже даже пустили маршрутные автобусы, уже город подчищается, мусор убирается, дороги ремонтируются, как бы жизнь, как говорится, наладилась. Налаживается или наладилась? Налаживается, да. Налаживается, да. Антон Сергеевич, расскажите, пожалуйста, про Нижегородское ополчение. Знаю, что депутаты Саровской городской думы подключились к этому проекту. Он общерегиональный, насколько я понимаю. Да, это так. И вот о чем мы говорим? Нижегородское ополчение возглавляет и такой идейный вдохновитель этого проекта Олег Вениаминович Лавричев, председатель думы Нижнего Новгорода. А мы узнали об этом проекте, ну вот действительно очень подробно, благодаря общественному помощнику, полномоченному по правам предпринимателей в городе Саров. Это наш известный предприниматель Виталий Зюкин. Он принял участие в одной из поездок, в сопровождении гуманитарного груза, помогая тоже закупать необходимые товары для бойцов на Донбассе. Он рассказал, и мы поняли, это именно то, что мы очень давно искали. О чем я говорю? Дело ведь в чем? Довольно много сейчас каналов разных, и в Сарове в том числе, которые позволяют помочь нашим бойцам. Но всегда у меня лично возникали вопросы. Насколько это именно та помощь, которая бойцам требуется? Потому что я знаю, что, например, зимой мы всей страной вязали носки, потом что-то делали еще, кто-то отправлял бинты, кто-то продукты питания, кто-то еще что-то. И у меня всегда возникал вопрос, а это точно нужно там, на фронте, именно тем, кому это поступает? Второй вопрос был всегда, а как это доставляется? Не теряется ли это по ходу движения? Доставляют ли это в те части, для которых это формировалось? Вот эти вопросы всегда были. А Виталий Зюкин, он нам рассказал о том, что и мы съездили потом к Олегу Лавричеву, поговорили, что действительно формируется запрос. Причем вот Василий Васильевич не сказал, он говорит, всегда по-разному, от чего зависит. Когда, например, строят окопы, нужны строительные материалы. Это древесина, даже подъемный кран туда привозили, для того, чтобы в рамках Нижегородского ополчения привозили подъемный кран, потому что нужно было вести строительные работы. Нужна какая-то техника, то это автотранспорт, то это строительная техника, то это те же генераторы. Ситуация меняется быстро, то есть это военные действия, это всегда непредсказуемость, это всегда разные погодные условия, это всегда разные потребности. И вот тогда Виталий Зюкин рассказал, что он общался с бойцами, которые ходят в разведку, например. Спросил, а как вы питаетесь, когда вы уходите? Они на несколько суток уходят за ленточку. Они говорят, ну вот мы берем какие-то сухие батончики, в кипятке их там разводим, просто в воде, и вот как-то себя подпитываем. Выяснилось, что сейчас рынок предлагает такие индивидуальные продуктовые наборы, которые самоподогреваются, ну за счет химической реакции. И когда вот эти продуктовые наборы туда поступили, бойцы были просто в восторге. То есть они имели возможность, не разводя огонь, находясь там на боевом задании, питаться горячей пищей. Для них это была там революционная история. И вот эта тема нас тоже вдохновила. И мы поняли, что помимо того, что мы отвечаем на тот запрос, который нужен, кроме того, это наши земляки, это нижегородцы, это наши саровчане получают непосредственно вот эти вещи. И сопровождают очень уважаемые люди, которые могут воочию посмотреть, и они не отдают командирам штабы, которые потом как-то распределяют, они отдают в руки это бойцам. Это очень ценно, потому что в этой истории ведь есть еще один аспект. Когда бойцы, находясь там, понимают, что страна их поддерживает, что вот люди озадачились, они тоже, значит, проделали нелегкий путь. Это люди там депутаты, значит, они могли бы спокойно сидеть в кабинетах, делать свою работу. Их никто бы сюда не пригласил и не заставил ехать туда, где летают снаряды, осколки. Но это по зову души ведь происходит. Конечно, конечно. И они понимают, что вот эта поддержка есть, это помимо того, что помогает им вот собственно самим грузом, помогает им еще и поднимать боевой дух. Они чувствуют, что страна с ними, страна за ними. И страна имеется в виду, что вот каждый из нас не просто какая-то верхушка, да, власть из бюджета что-то выделяет, а каждый человек, да, принимает в этом участие. И отсюда вопрос, как эти гуманитарные грузы собираются? Это не бюджетные какие-то средства, да, думаю, выискивает в казне города? Это же люди в этом участвуют? Где-то, да, как бы есть фонд, там в этот фонд собираются средства, и потом на это средство закупается то, что необходимо для наших военнослужащих. А как саровчане могут принять участие в помощи? Вот сейчас смотрят на зрителей, у них появилось желание помочь, куда им обращаться, в Думу обращаться? Вот как раз именно поэтому мы сегодня здесь в том числе, вот три гуманитарных конвоя с участием саровских депутатов прошли, мы опробовали этот механизм на себе, Василий Васильевич, вот мы его попросили быть нашим представителем там, увидеть все своими глазами, потрогать все руками. Он это сделал, мы думой, депутатами из фонда благотворительного, который у нас существует, фонд социального развития, выделяли средства на все три поездки, закупали небольшую часть каких-то материалов, продуктов, медикаментов. И сейчас, уже поняв, уже удостоверившись и давая свою гарантию, мы твердо говорим, сегодня уже каждый саровчанин может принять участие. Мы попросили наш фонд социального развития, это предприятие, которое уже более двух десятков лет работает в Сарове, зарекомендовало себя с самой хорошей стороны. Ну, например, Ледовый дворец был построен на деньги фонда, а потом подарен, передан в дар городу. И много других хороших социальных таких проектов было реализовано с помощью этого фонда, и много лет он передает часть средств депутатам на различные благотворительные нужды. И вот сегодня этот фонд собирает, может собирать деньги, принимать их от граждан. Это либо, ну, традиционный способ перечислить деньги на расчетный счет в банке, все реквизиты у нас есть на наших ресурсах думских, думадефиссаров.ру, либо в социальных сетях городская дума города Сарова, либо, как сейчас модно, использовать современные технологии с использованием QR-кода. Наводите свой смартфон и перечисляете любую удобную сумму. Мы будем абсолютно строго проводить с некой периодичностью отчетность, сколько средств мы получили. Мы эти средства будем передавать в фонд уже Нижегородского ополчения, который будет общим объемом закупать все необходимые товары. И мы будем, естественно, каждый раз отчитываться, что куплено, как доставлено. Это будут фотоотчеты. Мы эти материалы будем предоставлять по мере того, как будут проходить следующие гуманитарные конвои. Кстати говоря, прошедший гуманитарный конвой, который состоялся в мае, удалось доставить груз в те подразделения, где служит мой помощник Иван Плаксин. Все помнят, как мы его провожали, это артиллерийское подразделение. Они тоже получили, благодаря Нижегородскому ополчению, помощь. Ну, небольшую, но, по крайней мере, мы откатали уже канал доступа этой помощи и в это подразделение. Там много саровских ребят, и нижегородские, наши земляки. Поэтому, на мой взгляд, это очень важно для ребят чувствовать вот эту поддержку нашу. Поэтому сегодня каждый может эту поддержку оказать. Если говорить о поддержке, о моральной поддержке, Василий Васильевич, а общались с бойцами? Как их настроение? Что говорят? Передают ли приветы на родину? Да, общались, конечно. Настроение у ребят боевое. Им говорят нам, мы готовы идти до конца, до победы, и победа будет за нами. Всегда, как мы не приезжаем, все, мы с вами, и победа будет за нами. С радостью вас встречают? Да, очень рады, когда мы приезжаем. Всегда рады нас приветствуют. Если угощают нас тем, что сами кушают, то и нам угощают. Конечно, питаются хорошо. Даже посмотрели, как у нас. То, что на столе нам давали, то это у них питается хорошо. А не страшно ехать в зону боевых действий? Если я скажу не страшно, это будет как-то неправильно. Все равно есть эта тревога, что боевые действия все-таки, может все, что угодно случиться там в любой ситуации. Может и прилет быть, может и что. Ну, ничего. Семья отпускает спокойно? Отпускает. Они понимают, с пониманием отпускают, с пониманием, что это надо для наших бойцов, что нужна им поддержка. Поэтому с благословением Господа нас отпускают. Когда планируется следующий гуманитарный конвой? И будут ли представители Саровской думы участвовать в нем? Вот конвои проходят с периодичностью где-то раз в месяц. Даты специально не обозначаются никогда. Это безопасность. Об этом знает узкий круг. Вот лиц, которые непосредственно занимаются организацией этого действия. Но я надеюсь, что мы в этот раз примем участие. Причем, надеюсь, я уверен, что мы примем участие. Я надеюсь, что и граждане в этот раз подключатся. Хотя, кстати говоря, я, наверное, слукавил. Потому что мы уже таким частным образом подключали некоторые коллективы. Вот у нас детский сад собирал некоторые материалы, номер 8, школа, некоторые классы отдельно. Но это мы использовали такие личные связи. Мы еще так массово не обращались к жителям, подключая их к этому каналу поддержки наших бойцов. Я надеюсь, что подключатся, тоже станут помогать. И вот тогда вот этот объем помощи, он значительно вырастет. И мы сможем большему числу подразделений оказать поддержку. Ну и надо о чем говорить. Сейчас все мы смотрим новости. Мы видим, какие жаркие там сейчас дни и ночи стоят. И поэтому в этих условиях, конечно, и техника, и военная, и гражданская, выходит из строя. Требуются и запчасти, и материалы. И мы сейчас нашли небольшой завод в Сибири. Он там занимается такой для охотников, для рыболовов. Сами делают технику высокой проходимости. Не очень высокие цены, нормальные, приемлемые. И вот мы показали, Василий показал бойцам. Они сказали, вот это то, что нам нужно. Там бывает где-то на южной этой земле чернозем, когда размокнет земля от дождя. Там трудно проходить даже на гусеничной технике, не говоря уже о колесной. А здесь такие легкие мобильные транспортные средства для перевозки каких-то групп, снарядов. Может быть, подвозить там быка или, наоборот, раненых откуда-то вывозить. Это очень востребованная вещь. Мы тоже сможем при наличии средств такие вещи приобретать и туда отправлять. То есть идут большие фуры достаточно объемные. То есть все это можно туда доставлять. Вот, кстати, очень важную мысль Вы озвучили о том, что это действительно зона боевых действий. И техника выходит из строя постоянно. Даже продукты питания, они могут попасть под обстрел. Они могут оказаться под водой, испортиться. И это важно знать, почему. Потому что сейчас, конечно, таких возражений все меньше. Но периодически они все-таки еще возникают. Почему мы должны помогать бойцам, когда есть государство? И вот, мне кажется, в этом и кроется ответ, что слишком быстро все там выходит из строя. Это все-таки зона фронта. Поэтому, мне кажется, что каждый человек, вклад каждого человека, он важен. И у всех разные возможности. Поэтому, мне кажется, даже если 100 рублей, 500 рублей, это тоже будет, наверное, вклад и серьезный вклад в помощь фронту. Без сомнения так. Тем более, что если это умножить на количество людей, которые могут это сделать, это совершенно другие цифры получаются. И здесь еще надо вот что понимать. Что сегодня боевые действия идут там, но их, слава богу, нет здесь. И во многом благодаря тому, что там ребята стойко и мужественно сражаются. Делают свою работу, как они ее называют. Делают свою работу очень интенсивно. Действительно героически, без всякого преувеличения. Вот русский солдат, сила русского оружия позволяет. Но ведь свежа память. Еще наши деды, для кого-то уже прадеды, проходили войну Великую Отечественную. Совсем немного времени прошло. И тогда была совершенно другая ситуация. Когда уже под Нижним Новгородом стоял фашист. Когда боишься ли на наши территории. Да, когда были города, очень многие оккупированы. И что творилось в этих городах. Блокаду Ленинграда, все помнят. Вот все это, конечно, все это могло бы быть. Потому что сейчас, когда идут боевые действия, получают сведения о том, что готовилось, как готовилось. Причем враг сегодня стал коварнее, хитрее. Сегодня это уже другие технологии. Это уже информационная война. Это уже биооружие. Эти пресловутые лаборатории по всем нашим границам. Это много чего еще. Это идет целенаправленная работа. Она идет в разных плоскостях. И вот этот мир, который у нас, на мой взгляд, иллюзорный очень. И надо уже понимать, что надо вкладывать свой ресурс максимально в то, что происходит там. Чтобы вот этих активных боевых действий не было здесь, или где-то под Москвой, или еще где-то в родных нам местах. Еще вы упоминали, что подключали детские сады и школы. И я знаю, что в образовательных учреждениях дети пишут письма, готовят открыточки. Так ли это? Включает ли гуманитарный груз вот такие трогательные послания от наших детей? Можно я отвечу? Да. Школьники отправляют письма. И в крайний раз мы были в одном госпитале. Нас провели экскурсии, как она сделана. И у них все стены увешаны детскими рисунками, детскими посланиями. Отовсюду. Очень много. Я ходил, там огромный госпиталь. И все стены прям, очень прям друг к другу рисунки, они все-все-все оклеены. То есть солдаты хранят эти послания? Это не просто для галочки истории? Нет, я сам удивился. Некоторые говорят, вот, зачем вы там, это же просто для галочки. Нет, именно хранят, они их вешают, они смотрят на них, они любуются этим. То, что дети им присылают эти письма. Ну, это, наверное, тоже поднимает дух. Да, 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 это как-то было сразу настроение, улучшается настроение, поднимает, да, боевые духы наших солдат. А как депутатский дух, вообще как депутатский корпус в целом оценивает идею участия в Нижегородском ополчении? Все поддержали эту идею? Да, на самом деле, еще, уже больше года назад, когда только специальная военная операция началась, мы собрались и единогласно решили оказать поддержку. Вопрос в том, что мы какое-то время искали вот этот механизм, четкий, понятный. Хотя, конечно, там все это время без дела никто не сидел, каждый частным образом находил какие-то способы для себя приемливые. Но, вот, на мой взгляд, поскольку Городская дума – это такой представительный орган власти, одной из своих задач я вижу, что мы должны как-то людей организовать в некое движение, там, единое, особенно в таких ситуациях. Да, может быть, мы не сделали этого сразу же, но в первые моменты, честно скажу, вот я лично был даже в некоторой растерянности, что мы можем сделать. И я в подобных ситуациях, как правило, беру паузу, чтобы понять и разобраться, а как поступить лучше. Ну, много было противоречивой информации, в том числе, это, наверное, элементы той самой информационной войны, когда абсолютно разные вещи из разных источников исходят, и ни проверить, ни понять, ни... Но вот уже, когда пошла мобилизация, когда уже пошли не регулярные наши, там, части, а стали набирать ребят, что называется, со двора, стало понятно, что это и надолго, и всерьез, и касается вообще каждого. Вот, уже мы стали уже получать весточки не только из официальных источников информации, стали приходить уже оттуда люди, рассказывать, как на самом деле все происходит, с какими трудностями они сталкиваются, что если где-то там какая-то помощь просится, это не какие-то спекуляции там, и не попытки на этом заработать кого-то. Хотя и такое, конечно, бывает. Мошенники, да, активизировались, они не остаются в стороне. И вот в этом смысле мы как раз и говорим о том, что есть информационная составляющая этих боевых действий, и где идет эта граница этой войны, вообще непонятно. Ну и на ментальном уровне, конечно, когда война идет за умы, когда мы видим, что кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, кто-то это делает неявно, кто-то явно открыто. Тоже очень серьезные вопросы. И недаром сейчас вот стал, в школах появился этот урок, разговор о важном. Ну, вообще, можно сказать, что за год очень сильно изменилось отношение людей к ситуации. Все больше и больше людей, они включаются в помощь фронту. И радует, что Саров очень активно в этом участвует. Кто-то организует фонды, да, кто-то на деньги закупает необходимые вещи. У нас есть творческое объединение своим, где просто, мне кажется, день и ночь кипит работа, и они вяжут носки, шьют белье, маскировочные сети. И таким образом, вот резюмируя наш сегодняшний разговор, у каждого саровчанина появляется просто масса возможностей на выбор, чем помочь. Хочешь руками – отправляйся к своим, да, в творческое объединение. Хочешь рублем – в городскую думу, пожалуйста, там скажут честные реквизиты, где не обманут, где гарантированно помощь попадет нашим бойцам. Это очень здорово. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении. А кто-то может просто доброе слово сказать, и это тоже важно. Написать письмо. Да, это тоже там чувствуют, видят, и это порой не менее важно, чем хороший паек, теплая одежда. Победа складывается из множества составляющих. И вот я надеюсь, что вот наш там сегодняшний разговор, то, что нас услышат зрители, тоже как еще один кирпичик в нашу общую победу сложится. Будем верить. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Было интересно с вами пообщаться. Ну, а с вами увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!